Компания «Пионоватик» занимается производством и внедрением биопрепаратов в сельское хозяйство. Сам цех производства и научная лаборатория находятся в главном городе Казань. От производства, лаборатории до выхода в производство, в продажу, наши препараты проходят не один отбор проб, что позволяет нам контролировать качество, и на выходе мы получаем чистейший монопродукт высококонцентрированный. Также компания «Пионоватик» имеет что-то так и сопровождение. Это агрономы-консультанты, которые сопровождают, поддерживают, консультируют товара сельскохозпроизводителями. Я соглашусь с тем, что этот год был не типичным, и спасибо, что упомянули нас. С русской землей на самом деле мы работаем уже не первый сезон, а продолжаем работать, показываем положительные результаты. Что касается стимуляции, о чем мы говорили до заморозков, то даже не заморозки, а морозы, которые держались несколько дней с низкими температурами в некоторых районах до 12-14 градусов, мы все это знаем. И все растения, которые были постимулированы в этот момент, в момент наступления этих заморозков, к сожалению, они больше всех от нас страдали. Те районы, которые от «Пионовика», «Зеноград», «Сальский», «Пченохобский», вот все, что идет туда и ближе к Краснодарскому краю, часть Азовского района, они все очень сильно отстрадали от возврата заморозков. И поэтому любые стимуляции, любые азотные удовлетворения, они, к сожалению, сыграли против нас. И это год нам показывает, что то, что мы обработали, уже стимулировали после этих заморозков в мае, здесь, конечно, более значительные были прибавки к нашим препаратам. Каждый год, особенно по-своему, в прошлом году мы активно боролись с СОВК, и в этом году печен был лобовым отылек, и количество его иногда исчислялось не штуками на 20 ма с очка, а вот горстями, как в данном хозяйстве, это после семи химических обработок. Почему происходит такая ситуация? Химия вызывает резистентность ежегодно, она возрастает все больше и больше. Поэтому и ведущие препараты сейчас держат, к сожалению, удерживают не тот срок, который они должны удерживать в защите. От 15 до 20 дней их держат химические инсептициды. В чем отличие биоинсептицида? Более вся на действующее вещество, это грипп препарата Биослиф-БВ, который мы снимаем, собственно, проблему. Чем он отличается? Во-первых, это препарат, не вызывающий резистентность у насекомых. Во-вторых, происходит перезаражение от особи к особи. В-третьих, уничтожается вся популяция от взрослого до яйцекладки. Все стадии развития насекомого. И, конечно, биопрепарат не вызывает отравления насекомых и пылителей, ну и, соответственно, безвредит для человека. Это контакт кишечного действия. Препарат, попадая на насекомое, или в его организм, он вызывает интоксикацию. В течение первых суток насекомое перестает питаться. Но, в отличие от химического препарата, нет такого эффекта. Отравилась упалка, ромина, свалилась с растения. От 3 до 7 дней оно еще, насекомое, будет ползать по растению. Перестает защищаться, перестает убегать. Перестает питаться первые сутки. Но в течение 7 дней, в зависимости от его иммунитета, оно потихонечку умирает. И мы с вами наблюдаем вот такую картину. То, что с черной головой, это только началось заражение, и грипп в нем развивается. Видим еще маленькое белое насекомое, оно уже мумифицировано, то есть оно абсолютно погибло. В этом году нам хватило одной обработки, чтобы победить в головом МТК. В предыдущей сайт было где-то 3 гости, мы были 8-ой обработкой, и развитие насекомого прекратилось. Биоэнсентициды держат до 30 дней защиту и уничтожают следующее поколение. То есть не только те насекомые, которые мы застали обработкой. В прошлом потусовку мы сняли за 2 обработки. Честно, биоэнсентициды. На сегодняшний день микропрепаратов представляет собой 2 микробиологических удобрения. Органит-Н и органит-В. Органит-Н это бактерия, которая фиксирует атмосферный азот и делает его доступным для растений. Органит-П это бактерия, которая переводит недоступные формы фосфора и калия, содержащиеся в почве, в усвояемые для растения. Эти 2 бактерии живут в корневой системе и работают весь период вегитации. Как вынесли, и до момента улорки растения они питают его основными макроэлементами, а только фосфором калием. Биодукс это многоцелевой регулятор роста, выступает как ростный стимулятор, так и иммуномагулятор в растении. Биофунгициды. Все это по 3-3. Это живая клетка и продукты ее метаболита. Это моносарфакцинс. Это фунгицид мгновенного действия. Если есть какая-то проблема, то мы используем его. Он защищает ее мгновенно, сразу уничтожает патоген. Оргамика С это биофунгицид в пролонгированном действии. Это препарат в споре. Ему нужно некоторое время выйти из скорого состояния, но он защищает корневую систему весь период вегитации от корневых и бактериальных заболеваний. Оргамика Ф это деструктор стерни и пучевый фунгицид на основе триходермы. Биоинсептициды. Веслик БВ. Это тот препарат, которым я говорила, упоминая совку и матрика, держит 30 дней защиту и более эффективен против чешуек пыла. Веслик БВТ это препарат 22 гетцид, здесь уже действующее вещество, тоже грибная основа. Он держит защиту до 3 месяцев, дольше сохраняется на растении, имеет более широкий спектр действия. И препарат, который не имеет аналогов, в принципе, это рестарт, это деструктор герфицидов на основе мемозамокса и мазапира. Это, скажем так, фишка нашей компании, да, ни у кого такого препарата на сегодняшний день нет. Схема питания защиты. Что мы рекомендуем? Первое, это, конечно же, предписанная обработка семенного материала. Здесь идет биофунгицид органика и препарат в скором состоянии. При попадании семени в почву и его прорастании спора выходит, активизируется, заселяет корневую систему, создаёт пизосферу, выделяет антибиотики и защищает её от грибных и материальных заболеваний, как я уже говорила. Органин Н, органит П, два микробиологических удобрения, которые делают азот фосфор и калий наступными для растения, для его питания. Бианукс здесь выступает как просто стимулятор. Он позволяет нам получать нужные ровные всходы и хорошее учащение перед зимовкой. По вегетации мы гуглируем обработку данными препаратами, возобновляем популяцию микроорганизмов. Здесь же, в зависимости от наличия болезней, мы выбираем уже с вами фунгицид, да, или это органик АЭС, которая держит три недели защиты лепитирующей массы корневую систему ТО. Либо же это псевдопатерин, если нужно что-то срочно победить и убрать заболевание. Органика Ф, это биологический фунгицид, который, прошу прощения, это биодукс, еще по вегетации. Биодукс, он снимает стрессы против перезимовки, против каких-то климатических условий, плюс он снимает стресс химический. Химический, если мы используем препарат в баковой смеси с химпрепаратами. Все препараты компании Бионатик совместимы в одной баковой смеси с химическими препаратами. Кроме, вот органик Р, так как этот препарат на основе гриба. Гриб убивает любой химический или биологический фунгицид. Может, и фильм, но у него короткий, и я на него и царюсь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами сейчас понимаем, что нам нужно работать на предупреждение заболеваний, так как ежегодно увеличивается фунгицидная нагрузка. Если раньше мы могли не обрабатывать фунгициды минералов сезона или ее квартала одной, то сейчас 2-3 фунгицидные обработки нужны как минимум. Патогены зимуют в почве, они распространяются, сохраняются в почве, поэтому мы с вами должны работать заранее, предупредить, снизить эту фунгицидную нагрузку для того, чтобы семя погружать уже в более чистую почву защищенного от патогена. Приходерма помимо того, что уничтожает патоген, она еще разлагает растительные остатки, что упрощает нам обработку почвы и возвращает питательные элементы обратно в почву, повышая ее плодородие. Для внутренних сельхозпроизводителей сейчас часто камнем преткновения возникает, вот видите, обработка, идеальная обработка поля в Краснодарский край. Они придумали такое оборудование, скажем так, кто видит уже смысл обработки, да, видит результаты, снижение нагрузки, повышение урожайности, они просто прикрепляют штампу, бочку, вот так это все. Вы видите, в Краснодаре собрали такое пора за 300 тысяч рублей, у нас в Руковской области забрали за 100 тысяч рублей. И прекрасно все уносится, заделывается сразу, обработали, заделывали, и никаких проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... В чем появится биопрепарат? Они не угнетают развитие одного либо другого органа, вегетирующей массы корневой системы, и не угнетают специально развитие того либо другого. Вы получаете равномерно развитое, пропорционально развитое растение, которое биопрепарат ему позволяет реализовать в генетические заложники. Развиваться так, как оно должно развиваться. И обратите внимание на корневую систему, это развитие корневых волосков, а так как микроорганизмы выделяют огромное количество ферментов и гормонов, стимулирующих развитие не только вегетативной, но и корневой системы. И плюс удерживают влагу в корневой зоне. То есть, закладывая заведомо здоровые, дружные всходы, вы закладываете уже свой хороший упражнение. Я благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы? Компания, где она маленькая? Ну, конечно, маленькая. Я думаю, если равномерно, то еще не маленькая. Один, конечно, маленькая. Так, хотя без дискуссии другая компания может и там поправить, потому что 3ХД-рогенция работает больше 3-4 лет. 3ХД-рогенция для разложения сабома больше 3-4 лет работать нельзя. Она может перейти в агрессивное состояние и в другую проблему. А то, что известно, есть я согласен. Буду ли вопрос область? Разрешите, я отвечу, мой вопрос. Да, мы в прошлом году закладывали опыты в Индии, когда еще можно было летать по миру, и там отбирали почву на анализ. Это страна, где химические, в принципе, химиндустрия практически ни разу, да, развивается только сейчас. И там очень много и огромное количество своей, скажем так, аборигенной триходермы. Они не знают, что такое грибные заболевания, они не знают, что такое бактериальное заболевание. Не на азинке, не на картошке. То есть у них там достаточно чисто, пока не пришли химкомпании. Что касается нас, когда мы входили, мы делали в Краснодаре анализы. Сделайте у себя просто почвенный анализ и проверьте наличие супрессивных биотов. В Краснодаре было 2% супрессивных болезгий биотов. Все остальное был патоген. И сейчас, за 3 года работы в этих хозяйствах, мы выровняли. То есть мы даже не увеличили, а выровняли отношение патогена с супрессивной. И поэтому, чтобы восстановить нам полностью почву, ее нормальное состояние, нужно как минимум 5 лет в нашей зоне климатической. И поэтому мы вносим ежегодно нормальные, здоровые штаммы, которые мы отбираем. И переходить им куда-то в агрессивную форму, но просто они не успевают, потому что мы их убиваем. Спасибо, Наталья Михайловна. У Артема Владимировича вопрос. Скажите, пожалуйста, а где сделать анализ на, например, произведение препарата какого-нибудь? Где я смогу сделать анализ и проверить его качество? Какая в случае, когда он будет уграниц в суд, сертифицированная лаборатория? А где он препарат? Да, в Краснодарском крае, например, есть такая лаборатория? Ну, любая лаборатория, наверное, которая может это сделать. Ну, знаете, мы с ним не сталкивались, поэтому я не делюсь. Визор. Единственное, в Краснодарском крае, в Краснодарском крае, в Краснодарском крае, в Питере, в Москве, все. Так вот, я о чем вы говорите, приказы, которые не принялись, и я тут верить на основу, там брать не хочется. А вы показали, что там ничего нет или не было, то есть, или они неправильно вывозили, или еще что-то. Не знаю, что он хотел. А как? Говорят, это же на сейчас не будет. Вы когда приседенты убираете, на содержимое, вы нас снова видели? Ну, сертификаты мы можем вам предоставить, если это не в своей лаборатории, но сертифицированных, вы знаете, что это не в стране, поэтому... Хорошо, спасибо.